ПЕСНЯ 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 Сонная дождь, телеграфная столба, и наставленный паркос в полотнажды на дороге. Или это поезд, а что летание спокойно стоит на одном месте? Не знаю, я не понимаю. Впрочем, я много не понимаю, что произошло со мной за эти последние дни. Господи, как все странно делается на свете! Могла ли я подумать еще несколько недель тому назад, что мне придется покинуть наш маленький уютный дом на берегу Боглин и ехать за тысячи верст каким-то дальним, совершенно неизвестным ростом. Да, мне все еще кажется, что это только сон. Но нет, это не сон. Петербург! Раздался за моей спиной голос кондуктора. Я увидела его широкое лицо и рыжеватую гордину. Этого кондуктора Заня Петрова Матвеевича. Он всю дорогу ухаживал за мной. Поил мне чаем, постелил мне постель на лавке. И как только у него было время, всячески меня развлекал. У него, оказывается, была моя дочурка, которая звала Миловочка. Она жила с братом Сирожей Матвеев в Петербурге. Он мне адрес даже свой в карман сунул. Если вдруг захочу навестить его и познакомиться с Миловочкой. Очень уж я важнее барышни. Потому сиротка мы. А Бог сироток верит любить. Говорил мне Никифор Матвеевич, все время моего невероятного пути. И опять. Одна. Как есть. Одна на свете. И все двор пскоте один, если его не нравится. Семье ему так же. Нелегко ведь. А только если я уж совсем не могу, станет так вы к нам приходить. Меня дала ревка заставить и потому в разъездах я. А жена с неркой. Рады были. Они у меня добрые. Я поблагодарила ласкового кондуктора. И пообещала побывать в Сирогу. Петербург. Раздался за моей спиной уже знакомый голос. Вот и приехали, барышни. Дозвольте я вашу речечку соберу. А то после поздно будет. Лишь суетня-то какая. И правда. В огонь поднялась страшная суматоха. Пассажиры и пассажирки бегали. Толкались и суетились. Укладывая вязовые вещи. Бабушка, которая ехала напротив меня всю дорогу. Потеряла кошелек и кричала, что ее обокрали. Чьи-то ребенок плакал в углу. А шарманчик наигрывал свою грустную песенку на робитом инструменте. Я выглянула в окно. Господи. Сколько труб я увидела. Трубы, трубы, трубы. Целый лес труб. Выросил мелкий осенний дождь. И вся природа казалась плохой. Хмурилась и жаловалась на что-то. Поезд замедлял свой быстрый ход. И колеса не настукивали уже своего многома на его тортах. Они стучали теперь значительно протяжнее. Как будто вы жаловались на то, что машина замедляет их веселых горных ходов. И вот поезд остановился. «Пожалуйста, приехали, барышки», – сказал Закиха Матвеевич. И, взяв в одну руку мой теплый пивоток, подружку и чемоданчик, а другую руку, взяв в мою руку, пойдет, протискиваясь через толпу на резвобу. АПЛОДИСМЕНТЫ